Здравствуйте друзья! В этом видеоуроке мы с вами поговорим об установке Supervised Home Assistant на одноплатный компьютер под управлением Linux Ubuntu. В качестве платформы для этого урока я буду использовать Orange PI PC2, но этот же метод будет работать и на других одноплатниках Ubuntu. В частности, точно так же я устанавливал на Hada Swim 2 Basic и Orange PI One Plus. Все необходимые ссылки и команды доступны по ссылке в описании. Кроме одноплатника, радиаторов для него и блока питания, мне понадобится какой-то носитель. Наиболее распространенный и простой вариант – microSD карта. Но надо понимать, что это и самый ненадежный носитель, а в зависимости от платформы лучше использовать eMMC или внешний жесткий диск. Я рекомендую проект Armbian, это Linux собранный специально для ARM платформ. В списке поддерживаемых платформ есть много популярных систем одноплатников. Существует две версии Armbian, на базе Ubuntu и Debian. Я качаю образ Focal, это Ubuntu. Загружается архив объемом порядка 300 мегабайт. В распакованном виде образ под мою систему занимает около полутора гигабайт. Далее разворачиваем этот образ на носитель, я использую Balena Itcher. Ждем пока образ будет записан и свалидирован. Теперь устанавливаем носитель, карту в моем случае, в одноплатник и подключаем к нему сетевой кабель питания. Я настоятельно рекомендую использовать именно проводное подключение, а не Wi-Fi. После включения, примерно в течение минуты, в карте сети роутера появится новое устройство. Нужно узнать адрес, который будет ему выдан. Вводим его в SSH клиент, я использую пати и подключаемся к будущему серверу. Для Armbian логин и пароль для первого запуска root и 1234. Система сразу предлагает его сменить. После этого Armbian автоматически определяет таймзону и предлагает установить соответствующую лакай. Далее система предложит выбрать оболочку, настоятельно рекомендую использовать bash. И в завершении первоначальной настройки нужно создать пользователя. Следующий шаг. Добавление репозитора Universe и обновление списка пакетов. Еще раз напомню, все команды с пояснениями в нужной последовательности вы найдете по ссылке в описании. Теперь обновляем все установленные пакеты до последней версии. Теперь ставим несколько полезных дистрибутивов. Тут собраны. FTP-сервер. Файловый менеджер Midnight Commander. Система защиты. Git. Система контроля за состоянием сервера Watchdog. Пакет блюз для работы с протоколом Bluetooth. И синхронизация по времени. Далее проверяем и при необходимости меняем часовой пояс. Но в моем случае система все определила корректно. Следующие три команды это активация системы Watchdog, которая в случае зависания сервера на уровне операционной системы перезагрузит его. Теперь ставим необходимые пакеты для работы Hasio и Docker. Добавляем созданного ранее пользователя в группу докера. Теперь настраиваем сеть при помощи утилиты NM2E Network Manager Text User Interface, что намного удобнее, чем просто править конфигурационные файлы. У меня тут только проводное соединение, но в устройствах с Wi-Fi он настраивается здесь же. Указываю статический адрес с маской сети 24. Адрес вашего шлюза и его же в качестве DNS. А теперь перезагружаем сервер. Подключаемся на новые адресы с подучетной записи root. Для установки Hasio сначала загружаем установочный скрипт с официального репозитория. Затем запускаем его. Я использовал ключ для 64-разрядной Raspberry 3. В течение 10 секунд скрипт показывает предупреждающие надписи, просто ждем. Далее начинается установка. На запросы перезаписи файла интерфейсов нажимаем «Yes». В конце установки скрипт показывает ссылку для веб-интерфейса Hasio. Сначала там ничего нет, это нормально и не страшно. Пока система запускается можно, хотя и не обязательно, установить партейнер менеджер докер контейнеров. Проверяем как там Hasio. Веб-сервер уже запустился, загружается парковочная страница. Партейнер тоже уже стартовал, можно выходить из консоли. Тем временем Home Assistant готов к первой настройке. Создаем пару пользователя пароль. Следующие вопросы можно пропускать. Нажимаем далее до окна интерфейса. Осталось настроить, если вы его ставили партейнер, он доступен по тому же адресу на порту 9000. Создаем пароли для учетной записи админа. Входим в режим локального конфигурирования докера. И вот все наши запущенные контейнеры в докере. С этого момента продолжаем работу с урока серии 2, где рассказано про интерфейс и первые настройки. Как видите, все совсем не страшно и очень быстро. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Также напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также купоны и акции на товары умного дома вы можете увидеть в моем телеграм-канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч.